Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Сегодня я поделюсь классическим рецептом свекольника. Такой свекольник – идеальный суп для жаркого летнего обеда. Его еще часто называют холодником. Именно под этим названием суп известен в Литве, Польше и Белоруссии, готовят его там на кефире. Готовится он быстро и просто, требует самого доступного в летнее время набора продуктов. К тому же суп этот подается холодным, что является прекрасным бонусом жаркий день. Если вам на рынке попалась молоденькая свекла с ботвой, то это самая настоящая удача. Свекольник получится превосходным. Если у вас маленькая свекла, понадобится 5 штук. Если свекла большая, можно ограничиться тремя. Свеклу хорошо промываю и очищаю от хвостиков и кожуры. Заливаю водой, довожу все до кипения и добавляю винный уксус и сахар. Перемешиваю, делаю минимальный огонь и оставляю под крышкой на 20-25 минут. Винный уксус можно заменить на обычный столовый 9% или взять вместо него сок одного лимона. Как только свекла сварится, достаю ее из отвара, чтобы она быстрее остыла. Потом натираю свеклу на крупной терке и снова отправляю в отвар. Тем временем нарезаю редиску и огурцы соломкой. Лук нарезаю мелко и растираю с крупной морской солью, чтобы выделился сок. Отваренные вкрутую яйца разрезаю наполовинки. Отваренный в мундире картофель очищаю и нарезаю кубиками. В кастрюлю со свекольным отваром выкладываю нарезанные овощи и лук. Все перемешиваю, солю по вкусу. Если есть необходимость, то добавляю еще сахар или уксус. Подаю свекольник охлажденным с половинкой яйца и ложкой густой сметаны. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!